Всем привет! Сегодня у нас будет небольшое занятие по математике. Сашуль, давай-ка мы с тобой посмотрим вот на эту картинку. Кто есть такой? Змея. Вот. Это кто-кто? Змея. Змея, да, змея. Сашуль, а как можно узнать, какой длины эта змея? Можешь сказать, какой она длины? Какая змея? Можно как сказать, какая она? Большая. Так, а точнее, ну большая, маленькая, а точнее, помнишь, как мы с тобой говорили? Как говорят, если в длину-то, то небольшая, а как говорят точнее? Длинная. Длинная, да, или бывает короткая. Ну а если точнее, вот допустим, я не вижу эту змею, я звоню тебе по телефону, а ты мне рассказываешь, ой, я видела на улице змею, а говорю, ну какая она была? Как ты можешь мне объяснить, какой она длины, какая она? Вот расскажи мне, вот всё, я не вижу уже. Расскажи мне, какой длины эта змея? Словами. Какими? Ты можешь показать, наверное, руками, да? Если ты видишь человека, ты можешь ему показать, да? Вот такой, покажи. Ну нет, с ней сейчас уже. Всё, ты первая её рассказываешь только, да? Да. Вот, примерно такая ты мне показываешь, да? Так, а если ты по телефону со мной разговариваешь, ты же не можешь показать? Говори. Как словами сказать? Объясни, какой длины змея. Ну, 5 сантиметров, 5 миллиметров. Так, 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 вот. Какие-то волшебные слова, наверное, нужно знать, да, для этого, чтобы сказать точно, какой длины что-то. Правильно? Да? Вот ты сказала сейчас какое-то слово. Какое оно? Сантиметр. Сантиметр. Погромче немножко говори, а то тебе объяснили. Сантиметр. Так, или сантиметры, миллиметры, метры. Вот какие-то такие вот слова, которые используются, чтобы объяснить длину, да? Сказать более точно, да? А то же так вот руками это как-то не очень понятно. И не всегда это возможно, показать руками. А иногда нужно сказать про длину чего-то, например, карандаша. Да? А помнишь мультик такой, вот эта вот змея, если это у нас будет удав? Помнишь такой мультик, где удава тоже звери мерили? Пытались выяснить, какой длины удав. Чем они измеряли удава? Попугаями, помнишь? 38 попугаев. Ты, наверное, просто его забыла уже, давным-давно его смотрела. 38 попугаев. Он шел, да, и измерял шагами длину удава. Правильно, может, Шуриков позовем. Удава измерять? В попугаях. В мартышках. Можно измерять удава, да? В слонах. В слонах, да. А можно измерить действительно в каких-то других единицах. А раньше, как ты думаешь? Вот сейчас ты правильно так вот сказала слово сантиметры, метры. И сейчас вот используют уже вот такие вот слова, используют такие меры. Это можно назвать мерой. Это же мера? Да? Вот, например, вот это вот. Так. А как ты думаешь? А раньше, когда не было еще сантиметров, вот когда не придумали еще такие меры? Чем измеряли? Как измеряли что-то? Вот, допустим, в древние времена, допустим, человек приходит к купцу и хочет купить веревку. И говорит, вот ему нужна веревка определенной длины. И она же там по определенной цене. Как он может сказать, сколько ему нужно веревки? Так, ну... А мне было еще сантиметров. Может, как-то ногами, руками? Ногами, руками, правильно, да. А как же еще человек может показать длину какую-то, да? Вот мне примерно... Примерно сколько. Вот, и действительно, раньше были меры длины, которые... А вот сначала сейчас я тебе покажу. Вот, человек, то есть, мог на себе показать, сколько ему нужно чего-то, какой длины что-то. И раньше так и назывались, кстати, эти меры длины. Например, была такая мера локоть. Как ты... покажи на руке, как ты думаешь, локоть это сколько? Это вот посюда, да, получается, от конца руки, вытянутой, по локоть. Так и называлось локоть. Да, такая вот длина. А я тут заметила. Вот такая самая длинная. Это получается, это называется косая сажень. Это то есть, если человек вытянет одну руку в сторону и ногу, то вот эта вот длина от конца руки до конца ноги, получается, косая сажень. А просто сажень, смотри, это вот столько. Покажи сажень. Вот. От одной руки до конца другой руки, правильно? Это сажень. А, еще такое, наверное, ты слышала слово пять. Не пять цифра, а пятьде. Что это? Пятьде. Пять. Вот здесь вот, вот написано. Сколько это пять? А, пальчиками? Да, пальчиками. Вот можно измерить, да, вы этого пальчиками. Измерь его пядями. А, да. Ну, растопырь шире-то. Вот. Раз, два. Так, две пяди и еще немножко, да. Полпяди. Да, полпяди. А вот пальчиками измеряют вот маленькими такими вот кусочками. Это вершок называется. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, нашу. Нет, не просто так. Нет, нет, нет. Вершок это от слова вершина. Вершина пальчика. То есть вот маленький кусочек. Вот. И еще. Так, локоть мы сказали. Шага. Фуд. Это длина ноги. А, что, ногами? Да. Или, например, шаг. Шагами можно измерить что-то. А, как попугай. Как попугай, да, 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 да. То есть у него это был шаг. Правильно. Или вот вершок, оршин, пять. Ошин это длина руки. Вот. Все эти меры, они были в Сашу. Как? Мерились человеком. Правильно? Но это удобно? Нет. Дети ведь они маленькие, им сколько надо вешать. Угу. Так. У одного человека получается, вот, какой локоть он у меня. А теперь поставь свой локоть рядом. Смотри-ка, вот, 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 смотри-ка, разные совсем получаются у нас локти, да. Мой локоть длиннее, да. Да. А если дядя, допустим, у него еще длиннее. Да и даже все взрослые люди разные, да. Да. То есть эти меры, они получаются какие? Нечеткие, да? Примерные. Примерные, да. То есть здесь одной длины, получается, нету какой-то вот единой меры. Правильно? И поэтому это было не всегда удобно. Где-то можно было ошибиться, да, получается? Ну, кое-что понятно, что все это. Подожди, подожди. Вот сейчас, да. И поэтому люди правильно потом придумали единую меру для всех, одну. Линейку. Нет, мера. Линейка – это инструмент. А мера, как называется, метр, сантиметр. Миллиметр, километр и так далее, да. Здесь везде одно слово. Метр используется, да. Вот мы будем говорить сегодня про сантиметр. Вот, наверное, сантиметр – это небольшая мера. Ты сама можешь сказать, сколько это показать? Примерно, пальцами покажи. Это сколько? Много или мало? Небольшая, да, 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 да. Вот, допустим, если вот этого удава нам удобно использовать эту меру, чтобы его длину объяснить, сказать, сколько он в длину у нас. Так. Сашу, вот даже само это слово метр, послушай, оно даже само это слово обозначает меру. То есть что-то, что измеряет метр. Нет, само слово метр. Это оно не русское слово изначально было. Вот само это слово обозначает меру. Так, Сашу, ну вот, кстати, да, ты сказала про линейку. Вот у нас здесь всякие разные линейки. Все это можно использовать для измерения, правильно? Это линейка? Это линейка, чтобы клинки. Так, 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 так. Ну вот мы измеряем. Что мы измеряем линейками? Ну, всякие вот эти, вот, всякие прямые линейки. То есть мы можем измерить ими массу? Что мы измеряем в сантиметрах и в метрах? Мы измеряем длину. Так, длину или высоту, или ширину, да? Да. Правильно, не массу. Нет, не цвет. А цвет, вот, включу, вообще. Ну, разные же есть качества. Вот мы измеряем длину именно, да? Можно вот измерить длину карандашальной линейкой? Можно. Так, ну это, я думаю, смотри-ка, линейки этой недостаточно. Вот этой розовенькой, Даша, у тебя недостаточно линейки, чтобы измерить удава, да? Да, вот давай, удава, какую линейку ты будешь измерять? Какой тебе удобнее? Вот есть всякие разные линейки. И такая, и такая, и такая. Попробуй, куда эти треугольнички тут? И треугольничек, Саша. А вот это вот, слыша, измерительный прибор? Конечно. Что это такое? Вот, такая рулеточка тоже, да, сантиметр называется. Да, только можно измерить даже не просто обычные прямые линии, да? А давай попробуем... Подожди, Сашуль, и вот такая рулетка. Да. Да? Что у всех линейк есть общего? Посмотри, что на них есть. Расскажи, как она выглядит, что есть на линейке, на всех линейках. Циферки, деления. Так, вот эти палочки называются деления, да? Так, и циферки обозначают в данном случае что? Что это один? Один метр. Сантиметр. Один сантиметр, два сантиметра, три сантиметра. Вот, одно деление означает сантиметр. Хорошо, подожди-ка, сейчас мы к сантиметру еще вернемся. Но и все-таки давай-ка выясним, какой линейкой удобнее жмирять. Вот этой неудобно, да? Не хватит для удава. Удав, значит, длиннее, чем эта линейка, да? Вот этой можно. А вот эта, смотри, какая у тебя хитрая линейка, так, кстати, Сашуль. Она вон и длинная становится. Ничего себе. Может, хватит? Хватит, конечно. Тут туда столько же, сколько линейки. Так, и расскажи мне заодно, а как же надо измерять? Ты, может, сама знаешь, а, может быть, и не знаешь, как правильно измерять. Расскажи словами, как это надо. А нуль, нуль, нуль нам не началось. Так, ноль, это начало, правильно? И нужно смотреть, нужно приставить линейку к тому, что ты измеряешь, правильно? Примерно 27 сантиметров. Так, это вместе с языком. А если без языка, то язык он уберет. Не будем считать язык. Тогда 26 примерно. 26 чего? 26 сантиметров. 26 сантиметров. И это что? Длина удава. Толщина? Длина, не ширина. Не толщина? Не толщина. 26 сантиметров. А как это записать? Запиши. 26 сантиметров. Подожди. Давай я тебе вот здесь вот нарисую. Здесь пиши. 26. 26. 26. 26. Ну, Сашуля. Ой-ой-ой-ой. Давай-ка правильно. Смотри на цифры. Если сомневаешься, в какую сторону писать цифру, можешь ее где-нибудь подсмотреть и писать так же. 26. Чего? Сантиметров. Сантиметров. Смэ, наверное. Так. Это слово длинное, неудобное всегда его писать целиком, поэтому его сократили. Да. Так и пишут. См. Две буковки сокращают это слово. См. И все уже знают, что это просто сантиметры. 26 сантиметров. Что-то у тебя С какая-то странная, непонятная здесь Сашуля. Вот. 26 сантиметров. Это длина удава. Правильно? Так. А вот давай теперь небольшое, другое задание мы сделаем. Смотри-ка. Вот тебе линия. Она большова. Ну, да. Давай-ка мы ее. Нет. Обозначь на ней сантиметры. Вот. На, возьми ручку. Или карандаш. Или ручку. Что-то тебе удобно. Вот. Я тебе держу вот на нуле. А ты обозначай сантиметры. Вот сначала. Сначала тут, наверное. Ну, вот это начало я уже поставила на нуль. Подожди, Саш. Каждый сантиметр отмечай. Тоже такой же линией. Смотри, я тебе начну. Смотри. Один. Ручка не очень удобна, получается. Вот давай-ка мы дожим. Один. Два. Отмечай дальше. Каждый сантиметр отмечаем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. А здесь не обязательно считать. Здесь нам не нужно количество сейчас. Немножечко мы другое будем сейчас. Ну, достаточно, наверное. Тринадцать хватит. Так, подожди. Давай-ка я поточню и сделаю, чтобы было у нас... Чтобы нам все было у нас получилось правильно. Кстати, это линейка для того, чтобы кружки тоже рисовать. Ну, здесь можно и по этой линейке, да, и кружки рисовать, и углы рисовать. Это такая уже хитрая линейка. Она сразу для нескольких дел. Вот, давай, Сашуль, смотри-ка. Я теперь смотри, что делаю. Ты ничего не делаешь? Ой, тебе нужно мне помочь. Потому что это твои ножницы. Я ее не могу резать. Ну, да, конечно. Отрежь первые два. Ты линей. Так. Первый кусочек, а второй. Давай, поаккуратнее, Сашуль, а то наш эксперимент не удастся. Ничего. Так. А теперь сравним. Положи ножницы. Одинаковые длины эти отрезочки? Да, конечно. Одинаковые, да? Ну, конечно. И как ты думаешь, все остальные отрезочки у нас будут одинаковые? Конечно, одинаковые. Одинаковые. Вот, если посмотреть на линейку, все эти отрезочки одинаковые? Да. Да. То есть мантиметр, это что получается? Это отрезок определенной длины, да? Отрезок? Мы его отрезали. Отрезок. Да. Вот, определенной длины, которую и назвали сантиметром. Чтобы всем было удобно пользоваться одной мерой, да? И не путаться. А то аршины у кого-то большие, у кого-то маленькие. А можно я попробую? Давай, теперь Сашуль. А, ну ты это хочешь измерить? Давай. Давай. На, к хвосту. Вот, вот поточнее. Давай. Да. А ты... Так. 17 см. Так, 17 см см, да? 17 см. А вообще всегда с точечкой? Нет. Вот, кстати, вот здесь вот точечку ставить не нужно. Обычно, да, когда... Ну, ты, наверное, где-то, да, это видела и слышала, что если слово сокращают, можно это делать, то ставить точку в конце. Но здесь не нужно. Когда предложение, когда точка в конце предложения, то да. А когда сокращение слова, то здесь вот не нужно писать точку. Давай, желтый измеряй. Желтый измеряй. Размеры длинные, да? Сколько? Ластик. Да, вместо ластиков. 13 см. Пиши. Полностью. Да, пиши. 13 см. Вот, вот. Желтый. Для сколько? 13 см. Сантьи. Вот этот здесь с ластиком лучше смотри. Я при... При... Я думала, что это ручка. Давай. Диктуй, что ты пишешь. Говори. 13 см. Сантиметров, говорим. Сама. И зеленый остался. Зелененький сама, Малюси. Подожди, ну посмотри. Сколько? Примерно... Примерно... 12. Да, 12. 12. 12? Пиши. 12 см. Сантиметров. Вот. И теперь, допустим, вот смотри-ка, все это знаем уже, да? Можно даже по этим цифрам, даже не видя карандаши, Саш, даже не видя карандаши, можно узнать, какой карандаш самый длинный. По цифрам скажи мне, какой карандаш самый длинный? Конечно же, это длинный. Конечно же, это 17 см. 17 см. Какой? Красный. Красный. А какой самый короткий? Это 12 см. Зеленый. Зеленый, да? То есть по длине, по этой, которую мы вычислили, можно уже сказать, что длиннее, что короче. Какой точно длинный что-то. И вот теперь, Сашуль, вспомним, как вначале-то я у тебя спрашивала. Я у тебя спрашиваю по телефону, как будто, какой длинный змея, какая змея. Ты мне не можешь показать руками. Вот, например, 17 см. Нет, ты же змею уже измерила. Да, 26 см. 26 см, да. Я уже точно знаю, сколько это, 26 см, да? Правильно? Удобно? Да? Ну и все-таки зачем тогда придумали сантиметры-то? Чтобы измерять. Кстати. Чтобы точно можно было что-то измерить. Подожди, Сашуль. Правильно? То есть это точная мера, да? Для всех одинаковая. Или вот, допустим, ту же самую веревку тоже можно измерить. А давай ты, кстати, сейчас мне это сделаешь. Вот я к себе прихожу в магазин, допустим, а ты мне хочешь отрезать веревки. Я хочу определенной длины. Отрежь мне кусочек. Ниточки длиной 10 см. 10 см. Ну, сейчас... Давай-ка. Так обычно делают, кстати, в магазине, допустим, ткань. Покупают определенной длины, сколько нужно. Она там держит в рулонах и там отрезают определенной длины кусок. Или ленточки, когда покупают в магазине. Снизу, снизу лучше, Саша. Так удобнее. Снизу. Кончику ноль, да? Кончику ноль. Подержишь? Давай, помогу тебе. 10 см. Ну, ты можешь. О, да, да. Сразу отрезай. Эй, быстрее. Давай, я буду придерживать. Придерживаю, Саш. А ты возьми нормально, какой тебе удобной рукой. Тебе сейчас так не получится. Тяжеловато. Ну, да, это, конечно, не так удобно. Это нужно прилавчиться, чтобы это сделать удобно. Вот. Получился, Саш, отрезок. Да? Да. Отрезок. Так мало. А 10 см? Мало. Ну, вот так мало оказалось. Ну, конечно же, ничего не сделаешь с этой ниточкой. Но мы сейчас поиграли. Да? Как? А можно измерить рост? Вот, например, мышки. Вот тоже, я думаю, вот этой длинной можно удобно, да? Ну, можно. Или этой давай. Ну, это, смотри, Саш, ее не нужно так вот криво. Ее нужно ровно как раз. Вот это ровное. Нужно, вот. Подожди, Саш, поставила линейку. Мышка. Вот даже линейка у тебя ноль вот здесь вот. Вот так. Вот, я держу линейку. Смотри. 17. 17 см, да? Это получается что? 17 см высоты. Высота мышки, да, рост ее 17 см всего лишь. Вот так вот мы с тобой поговорили сегодня про сантиметр. Что это такое и зачем он нужен? Что это за мера такая? Мера чего? Длины. Да, длинны. Высоты. Высота, это тоже считает длина, только уже вверх, да? Потому что вот так высота, а вот так длина. Да? Ну, это одно и то же, по сути, получается. Так что ты можешь теперь все измерять. И узнать, что какой длины. Разные предметы можно измерять линейками, да? Линейка у нас нужна не только для того, чтобы линии рисовать, но и чтобы измерять. Зашуль, кстати. А давай мы с тобой вот, кстати, небольшой такой тоже у нас будет эксперимент. Какие можно линии нарисовать по линейке? Это у нас к сантиметру сейчас не будет иметь отношения, это больше к линиям тоже. Подожди. Ну, нарисуй линию. Сейчас я тебе нарисую. Надо было не ручкой, а карандашом. Эта ручка здесь, так, ну, очень хорошо. Видишь, карандашом рисуй. Так, подожди. Это ты какую линию нарисовала? Я прямую. Так, это прямая линия, правильно. Подожди. Подожди, нет, здесь больше. Давай лучше, чтобы тебя в заблуждение не вводить, вернее, не запутывать. Вот, возьмем самую обычную линейку. Вот, ты по этой линейке нарисуй давай еще одну линию. Какая линия? Линия прямая. Прямая линия. Попробуй, что ты говоришь. Если есть у него начало, то это уже лучше. А если нет ни начала, ни конца, то это уже прямая просто, да? Прямая. Так, а кривые линии? Кривые. Можно нарисовать? Нет. Неудобно. А можно нарисовать вот такую линию? Смотри. Вот я поставила лоточку. Вот, поставила лоточку. Потом вот так вот еще поставила лоточку. И вот так вот еще поставила ломаная. Получилась ломаная линия. То есть линия, состоящая из чего? Из отрезков. Из разных отрезков. Прямых, да? Получается вот таких вот кусочков. Вот она, ломаная линия у нас. Правильно? Ну и давай уж напоследок. Измерь первый отрезок. Вот от первой буквы А до буквы Б. Измерь длину этого отрезка. Да, да, да. Там обычно дают именно точку. Давай. Ну, Саш, ты ноль-то ставь на точку. Какая длина первого отрезка? Четыре сантиметра. Четыре сантиметра. Четыре сантиметра. Четыре сантиметра. Вот так вот. Все, умница, молодец. Узнала теперь, что такое сантиметры.